Добрый день, уважаемые трейдеры! Американские фондовые рынки индекс доллара США на лондонской бирже AIS упали на прошлой неделе, так как инвесторы оценили ущерб от урагана Харви на фоне приближения урагана IRMA к Флориде. S&P 500 закрыл неделю на 0,6% ниже, а индекс доллара США потерял 1,6% за неделю. S&P 500 упал во вторник после праздника Дня труда, так как инвесторы имели шанс отреагировать на испытания ядерного оружия Северной Кореи в воскресенье. Он повысился на 0,3% в среду после того, как президент Трамп и законодатели Конгресса согласились финансировать правительство и повысить лимит задолженности до 15 декабря. S&P 500 снизился на 0,1% в четверг во главе с финансовым сектором, поскольку акции страховщиков упали на фоне опасений по поводу урагана. Доллар слабил на каждой сессии на прошлой неделе. Индекс доллара упал на 0,2% во вторник после того, как представитель ФРС Лайл Брэннерд заявила, что ФРС, возможно, придется замедлить темпы роста процентных ставок, сославшись на недавние низкие показатели инфляции. Он также снизился на 0,8% в четверг, поскольку ЕЦБ оставил денежно-кредитную политику без изменений, а президент Марио Драги предложил, чтобы ЕЦБ пересмотрел программу закупки облигаций этой осенью. Основные события на этой неделе – решение Швейцарского национального банка и Банка Англии по поводу процентных ставок в четверг и выход данных по розничным продажам США за август-пятницу. Никаких изменений в процентных ставках не ожидается. На этом все, увидимся на следующей неделе.